С нами на связи Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Хотели бы начать наш разговор с общей оперативной обстановки на Востоке? Какая она? О чем можно говорить? Сегодня можно констатировать, что враг сосредоточил главные свои ударные возможности на Бахмутском направлении. Он фактически не активен на Лиманокупинском. Там всего одно боосолковение за сутки было. 13 боосолковений было на Бахмутском направлении. 243 раза враг обстрелял разными артиллерийскими системами и разными калибрами этот город. 113 купантов в ходе боев было убито. 117 получили ранения. Уничтожена была бы пушка, орудие одно МСТА-Б, 4 беспилотных аппарата, 4 полевых склада боеприпасов и 3 единицы автомобильной техники. Скажите, удалось ли дойти от врагу до перекрестка, в котором сходятся главные дороги, идущие в город из Часово-Ярой Константиновки? Какая ситуация вот там сегодня? Враг пытается это сделать, наши подразделения это ему не дают. У него одна из главных целей это перерезать пути сообщения к нашему городу крепости. Он уже на протяжении нескольких недель не единожды анонсировал, что он этого добился или почти добился. Тем не менее, благодаря нашей комплексной работе, наших, например, артиллеристов, которые ведут постоянную контрабатарейную борьбу и не дают врагу полностью контролировать огнем пути сообщения. Нашим разведчикам, нашим силам специальных операций, нашим логистам, военным инженерам, автомобилистам, которые делают обездные пути. Поэтому сегодня есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и забирать из города наших раненых. Вот Росми сообщают о захвате Хромова, также контроле района Юбилейной Чайковского в Бахмуте. Можно ли сказать, что оккупантам установили какой-то очередной дедлайн, к примеру, 9 мая? Да, у них постоянно есть череда этих дедлайнов и к 1 мая. Теперь очевидно, что, просчитав, что не очень получается, он смещен на 9 мая. Тем более, у них начинается как раз победобесие. Но героизм, мужество, профессионализм, стойкость наших командиров и бойцов уже не единожды в течение многих месяцев доказывали, что все их дедлайны разбиваются об воле и мужество наших воинов. Скажите, а вот кто сейчас, кроме вагнеровцев, противостоит украинским защитникам в Бахмуте? После того, как из русских тюрем иссох, этот, как казалось им, неиссякаемый источник личного состава, потому что многие, те, кто сидел там, поняли, что это путь в один конец, у группировки Вагнера, террористической, которая старалась быть монопольной на бахмутском направлении, пришлось пользоваться услугами и других подразделений вооруженных сил агрессоров. В первую очередь, это подразделения военно-воздушно-десантных войск и также некоторые другие спецподразделения армии агрессоров. А какую тактику сейчас применяют российские оккупанты в самых горячих точках? Изменилось ли что-то в их действиях? – Характерно то, что сейчас основным полем боя есть Бахмут, и там бои самые сложные вообще в военном искусстве, самые сложные бои в городской среде. Соответственно, враг, понимая стойкость наших воинов и их умение правильно организовать оборону, стараются максимально выбить сами жилые помещения, чтобы наши воины не могли их использовать как фортификационные сооружения с целью более мощной обороны. Поэтому стараются снести по сельскому сценарию максимально помещений. И, соответственно, уже после этого они идут малые пехотные группы, которые стараются закрепиться на той или иной территории. Но, правда, каждый кирпичик в этом городе, он для них ценность представляет, если в людском измерении просто космическую, потому что потери они несут ежедневно больше сотни только убитыми на Бахмутском направлении. – А вот что можно сказать, может быть, детальнее о действиях врага на Лиманском и Купинском направлениях? – Как я уже говорил в начале, они фактически не активны уже несколько дней. Сегодня было боя на одном бассейнском направлении. До этого несколько дней они фактически вообще не атаковали наши позиции. Там они очень мощно используют артиллерийские свои, все системы ракетные за эти сутки. Это уже длительное время, это направление, но лидер по обстрелам. 452 раза за эти сутки была обстрелена разными системами. Это направление, этот участок фронта и 7 авианалетов. Наши воины, соответственно, тоже наши артиллеристы, другие родовые войска, которые наносят поражение по врагу, постоянно активные, за эти сутки убили на этом направлении 26 оккупантов, 66 ранили, подбили два БТРа, один более новой конструкции, БТР-80, что характерно, еще один БТР-60. Это очень старая модель, и как мы уже замечали и на этом направлении других, что такие системы, как БТР-60, Т-62 или БП-1, которые, казалось бы, уже не стоят на вооружении урага, мы замечаем на поле боя. Также были подбиты 4 беспилотника, противотанковая пушка «Арапира» и 2 миномета. Ну, что интересно, моральное состояние захватчика. Сегодня мы слышали очередные перехваты, о чем они говорят с родными. И вот как раз на этих направлениях они говорят о том, что жена или мать захватчику говорит о том, что потерпи, немножко вернешься домой. Он говорит, нет, скорее всего, домой так не вернусь, а вернусь только двухсотым. Да, мы слышим тоже перехваты постоянно. Оптимизма у них нету от слова совсем. Если чуть вернуться на несколько месяцев назад, и мы помним, когда у них в пабликах качалась тема большого наступления весеннего, и мы сейчас можем посмотреть результаты этого наступления, плюс то, что вы говорите, их моральное состояние. И также они очень нервничают от того, что в нашем западном информационном пространстве постоянно присутствует тема контрнаступления украинского. Конечно, что мы это не анонсируем, в отличие от них. И только Генеральный штаб, Главком и Верховный командующий знают, когда оно будет и в каких местах. И это правильно, потому что мы всегда достигали победы и значительного успеха только там, где мы действовали дерзко, решительно и неожиданно, что главное для врага. Поэтому я уверен, что будет так в дальнейшем. И это очень нервирует врагов. Они даже стараются выкидывать в своих телеграм-каналах какие-то второсортные подделки под наши боевые документы, что как будто они все знают. И что, ну это чтобы свой же личный состав где-то успокоить. На самом деле ничего они не знают. И поэтому вызывает это. И плюс не могут достичь каких-то более-менее приемлемых результатов, которыми их готовили морально. Соответственно, находясь над постоянным нашим огнем, не имея понятия, что они должны делать, чтобы достичь какого-то результата, у них моральный уровень не так не самый высокий и мотивация не самая высокая воевать, она еще в разы занижается. А есть какие-то признаки того, что они как-то готовятся к возможному контрнаступлению украинской армии? Вот вчера мы обсуждали темы о том, что для своей публики они публикуют красивые картинки своего Вундерваффа, новые ракеты, новые снаряды, которые вот-вот, как у Гитлера было, помните, вот чуть-чуть, чуть-чуть и все, Берлин освободимый и дальше пойдем опять захватывать чужие земли. То есть они кормят эту свою внутреннюю аудиторию. А есть ли на фронте, вот как вы видите, у них какая-то подготовка или понимание того, что вот будет контрнаступление и они должны что-то с этим делать? У нас враг очень несистемный и, скажем так, единственное его преимущество это большое количество пока что еще войск относительно. И сказать, что они подвержены какому-то одному большому систему плану очень трудно. Сегодня они берут Киев за три дня, потом они рассказывают, что все идет по плану, когда уже их отсюда выбросили. Это так задумано просто. Мы ведем войну дально. Потом почему-то приоритетом становится районный центр Бахмут, который они уже почти 10 месяцев не могут захватить. И то есть вот если у нас есть, мы сейчас ведем оборонную операцию, да, мы четко есть все по новейшим правилам военной науки утверждены боевые документы. Каждый военный организм знает свою, скажем, цель и задачи. То у них они меняются очень часто в зависимости, в первую очередь от того, как действуем мы, и в первую очередь от того, как мы действуем, и от того, насколько им получается хотя бы минимально решить там свои проблемы постоянно возникающие, начиная с пополнения личного состава, с пополнения техники, как я уже говорил, не всегда новой. И поэтому, чтобы как-то успокаивать свою аудиторию, они вкидывают разные там нарративы, что у нас не все так хорошо, они все нам дают, не так мы подготовлены, низкие моральные, морально-психологическое состояние, хотя насколько оно низкое, если люди держат фронт уже больше года и пусть с большими боями, учитывая, какой у нас с значительными усилиями, но постоянно освобождают свою землю, если брать прокрупные операции. А локальные, и враг максимально старается в своих информационных операциях привлечь к небольшим географическим каким-то названиям, к каким-то локальным вещам. Вот мы взяли там переулок, мы взяли какой-то бугорок, а нам удалось там достичь какого-то километра на какой-то трассе. Потому что все это от того, что если это на самом деле пировые победы, и посмотреть на количество убитого личного состава, у них иногда на 10 километров они теряют столько личного состава, как некоторые страны в локальных конфликтах за несколько лет или десятилетий. Поэтому война, это война очень несовременной армии, несовременная как по типу мышления, типу построению военных порядков, по тактике ведения действий, так и по подготовке личного состава. Это такой ремейк советской армии с какими-то элементами уже российской не очень радостной действительности. Вы знаете, я хотел еще вопрос задать, появилась информация об очередном чудо-оружии российском, о том, что сейчас они на фронте активно используют такие чудо-плащи, которые они надевают, их не видно ночью, не видно в прицелы там специальные, не видно в приборы. И вот это сейчас активно используется на фронте. Мы знаем, что они-то форму с мертвых снимают, потому что не хватает как бы мобилизованным, а тут у них специальные волшебные плащи-невидимки появились на фронте. Вы встречались с такой информацией? Может быть, видели кого-то в таком плаще? Ну я не мог с ними встретиться, потому что они невидимки. Это просто прекрасно. Я думаю, что это идеальное изобретение для того, чтобы показать, почему мы нас там где-то не видели, наши подразделения, потому что они были невидимки, вели разведывательную или какую-то другую деятельность. Но на самом деле мы с вами, Ян, хорошо разбираемся неплохо, точнее, в военных делах и информационных военных делах. И прекрасно помним, что, наверное, десятилетия два в российском телепространстве плодились целые телепрограммы, потом уже и военкоры в соцсетях, также целый телеканал «Звезда» был посвящен. И все они в один голос трубили про то, что Россия, она на передовой военной мысли, военной науки. И вот это даже появился мем, аналогов нет, но сначала у них как позитивный появился, а потом уже, конечно, превратился в смехотворный. Потому что, как бы они не тужились, а на самом деле, что недалеко они удрали с советского военно-промышленного комплекса. И любой человек, маломальски разбирающийся в этом, он может сказать, что все у них это или непосредственно, как те же реактивные системы залпового огня, или танки, это почти полностью продукт советской эпохи. Или с незначительной модернизацией, как та же БМП-3, она была, по сути, полностью разработана уже в Советском Союзе и только дошла до конвейера Российской Федерации. Своих каких-то сверхноу-хау или систем... Ну, они какие-то, видимо, есть, вы знаете, они, видимо, есть, но видно их только по телевизору. Для всех остальных они укрыты этими невидимыми плащами, их просто не видно. Просто да, да. Потому что, если даже сравнить системы типа «Хаймарс» и любую их систему ракетную, понятно, что, значит, это еще не самые лучшие ракеты у нас есть. Это понятно, на чьей стране будут преимущества. Я не говорю уже про авиационные системы, которых у нас, к сожалению, пока нет совершенно, но даже когда просчитываются на специальных программах возможности этих столкновений, она очень слишком плачевная для них, потому что, несмотря на колоссальное преимущество в количестве летальных аппаратов, они даже не умеют проводить большие операции воздушными, потому что в Сирии они максимум научились бомбить беззащитные города, когда нету даже элементарной ПВО. Когда они стыкнулись с довольно системной, пусть построенной на советских образцах системой ПВО, они тут же сдулись, и максимум, что могут, это долетая до нашего переднего края, кабрированием выбросить неуправляемые ракеты. Ну и сейчас еще у них такое ноу-хау, они старые советские бомбы, там цепляли на них ФАП-500, цепляли на них крылья и добавляли GPS, ну и там... И запускали по Белгороду, да. Да, да, да. То есть, ну, чтобы такого что-то реальное, которое могло быть с лучшими образцами мировыми, у них нет. — Российские телеграм-каналы пишут о смещении одного из заместителей министра обороны. Вот речь идет об увольнении генерала Михаила Мизинцева. Вот он как раз отвечал за материально-техническое обеспечение армии. На этот пост он был назначен в сентябре 22-го года, а до этого украинские военные утверждали, что как раз весной прошлого года он руководил осадой Мариуполя, и что именно он отдавал приказы бомбить и роддом, и драмтеатр, да, вот, в результате за ним даже закрепилось прозвище «Мясник Мариуполя». Он еще руководил как раз и операцией в Сирии, о которой вы вспоминали, да. Пока официально эта информация не подтверждается, но дыма без огня не бывает. Как вы полагаете, что могло бы означать, да, вот такое смещение с должности? Ну, я думаю, что, судя по тому, что мы видим на экране, я не самый крутой физиогномист, но я вижу, что человек, наверное, не дружит с интеллектом, и, соответственно, если помним наш Чезаре Ламброзе, итальянского ученого, который преступника вычислял, в том числе по физиогномическим их показателям, я думаю, это прекрасный образец. И потом, когда-нибудь в Международном суде, там можно будет более детально рассмотреть, если его не убьют до этого. И я думаю, что где-то с очередной задачей он... А если вы говорите о материально-техническом обеспечении... Да-да-да, вот его сейчас как раз именно с этой должности он полетел. Ну, значит, в чью-то, скорее всего, в чью-то, они же воруют немыслимо, поэтому то, что у них было на бумаге нарисовано, какие прекрасные у них войска, техника, снаряжение... Я думаю, он прекрасно влился в эту же традицию и занялся коррупцией, и, может быть, где-то попал под раздачу, что... Плащи-невидимки не вовремя поставил на фронт. Да, плащи-невидимки не поставили вовремя, или не поняли его, начальство не поняло это ноу-хау и не оценило, и поэтому возможно, что он с ними распросятся. Хотя у них, как правило, такие ублюдки и преступники, они, к сожалению, у них есть возможность продолжать свою карьеру. Очень часто они даже идут на повышение. Сергей, спасибо большое вам, спасибо за это включение. Напомню, Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был в эфире «Фридема». Продолжение следует...